Латвия Зенес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, премьер-министр Латвии Абека Силани подчеркнула важность гендерного равенства и осудила насилие, совершенное Россией в отношении украинских женщин. В своем выступлении в ООН премьер-министр подчеркнула стремление Латвии содействовать гендерному равенству и борьбе с бедностью в период новых конфликтов и изменения климата, которые также негативно влияют на положение женщин. Ректор Латвийской музыкальной академии имени Яза Паветулса Гонор Пранес не уйдет со своего поста, потому что он видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему. Пранес заявил, что ему больно от сложившейся ситуации и добавил, что руководство академии выступает против любого вида насилия. По данным Госслужбы качества образования, с начала этого учебного года 45 учителей были отстранены от работы из-за недостаточного знания латышского языка. На конец прошлого года из-за недостаточных знаний латышского были уволены 29 учителей. Центр госязыка выявил 87 учителей с недостаточным знанием латышского. Из них 30 находятся на временной нетрудоспособности, 7 отстранены от работы, а 5 сдали экзамен. Уже более полугода политики и госслужащие не могут договориться о том, как помочь подросткам, употребляющим одурманивающие вещества и ставшими зависимыми. Помощь, оказываемая детям, носит фрагментарный характер. В тех случаях, когда подросток уже регулярно употребляет одурманивающие вещества и попадает в больницу с тяжелым отравлением, дальнейшая социальная реабилитация практически недоступна. По мнению некоторых предпринимателей, мечта о транзите в Латвии ушла в прошлое. Нынешняя инфраструктура портов слишком велика для текущего объема экспорта товаров, создаваемого в основном Латвией и регионом, и объема необходимых импортных грузов. Одной из возможностей терминалов по перевалке нефтепродуктов с хорошей инфраструктурой и резервуарным парком является оказание складских услуг, например, хранение латвийских госрезервов. В результате оплаченного государством медицинского оплодотворения в прошлом году родилось 708 детей. Это почти вдвое выше, чем годом ранее, что связано с повышением возрастного порога с 37 до 40 лет. В этом году на программу ЭКО из госбюджета запланировано почти 3 миллиона евро, что обеспечит более 1400 процедур. Пассажиру Вилтсенс оплатят расходы на реабилитацию пассажиров, пострадавших 8 марта на станции Лиалварде при выходе из поезда Рига-Даугавпилс. Состав остановился у знака остановки первого вагона, но поскольку он был удлиненный, последний вагон остановился в месте, где не было платформы. Две пожилые женщины не смогли безопасно сойти с такой высоты. По словам очевидцев, первая пассажирка упала на спину, а второй лоб был рассечен и заметно кровоточил. Валст Некустаме и Пашуме выставила на аукцион усадьбу Майори. Стартовая цена – 525 142 евро. Аукцион проходит с 5 марта по 4 апреля. Усадьба расположена в Юрмале на берегу Лиалупы в конце улицы Конкордиас. В состав объекта входит земельный участок общей площадью 24 тысячи квадратных метров и расположенные на нем постройки. На Курзамском побережье около Овеши замечен первый в этом году детеныш Тюлени. Это свидетельствует о начале сезона бельков на побережье Латвии. Он был здоров и не нуждался в помощи. Как и каждый год, Управление охраны природы призывает людей не приближаться к тюленям и беречь их от нападений собак. Латвия Зенес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok